Ну здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! С вами Экспопарк, и я рад вам сообщить, что наконец наш социальный эксперимент завершён. Ну что, хотите узнать результаты? Отлично! Поэтому 3, 2, 1, и мы начинаем! Субтитры делал DimaTorzok Если пассажир едет с двумя детьми, я предлагаю им свои детские удерживающие устройства за скромную плату по прайсу Яндекс.Такси. Я не буду спрашивать доплату за детское кресло и детскую люльку со своих пассажиров. А мы посмотрим из общего числа заказов, я буду катать только детский, сколько пассажиров добровольно, я подчёркиваю, добровольно согласятся заплатить для нормальной безопасной поездки по всем требованиям соответственно. Заказ отменён. Привет! Привет! Так, ну-ка, секундочку, вот так-то лучше. Товарищ приселся на застёжку? Да, да. Папа! Товарищ приселся на застёжку, вот так, вот так, вот так, вот так, вот, всё, молодец, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошёл к концу наш социальный эксперимент, в котором мы ставили опыт на поездках в детском тарифе. Результаты, результаты, вы знаете, они умопомрачительные. Всего за неделю с несколькими детьми было выполнено 44 поездки. И только в двух из них, всего лишь в двух поездках, учитывая то, что я сказал, что оплата добровольная, за второе детское кресло, люди согласились доплатить. В двух из 44. Это меньше, чем 5%. Я, когда подсчитывал эти результаты, и всякий раз, когда я включал камеру, я испытывал такое разочарование, которое, наверное, не испытывал уже очень давно. Может быть, вы думаете то, что мне обидно? Не, мне не обидно. Ну, просто грустно. У многих из нас есть дети, вот как вот так вот можно взять и на них наплевать? Мне не жалко то, что люди не доплатили. Мне жалко то, что в тот момент, когда я представлял ситуацию, что если бы на месте водителя был не я, а кто-нибудь другой, и в машину влетел какой-нибудь псих, машина бы перевернулась, и сзади началась бы, ну, просто бесорубка. Могло бы случиться непоправимое. А вот это уже страшно. Может быть, люди воспринимают это как попытку поиметь с них денег еще за что-то дополнительно. Ведь они же заказали детский, хотя в самом приложении есть обозначение о том, что вы платите за дополнительное детское удерживающее устройство. Или же в нашей великой стране живет настолько нищий народ, которым проще сэкономить меньше, чем 50 центов для того, чтобы, скажем так, проскочить зайцем. Как вы думаете, а в чем причина такого, я бы сказал, кошмарного результата? Я навел небольшие справки о том, сколько стоит похороны ребенка. Вот информация здесь вот слева на экране. И мне кажется, само детское удерживающее устройство не стоит того абсолютно. А еще оно не стоит тех слез, которые будут пролиты. А еще оно не будет стоить той искалеченной судьбы водителя, который повезет ребенка второго без удерживающего устройства. Не дай бог ребенок пострадает. Не дай бог. Существует такая статья. Согласно составу преступления, который, водитель, который допустил поездку со вторым ребенком без детского удерживающего устройства, автоматически, если ребенок пострадает, становится преступником. А водитель, ладно, полбеды. Ни один пассажир, когда заказывает поездку, водитель не думает. Думает о себе. Так подумайте же о себе, пожалуйста. Подумайте о себе и подумайте о своем чаде, которого вы повезете. Я, наверное, даже сейчас не буду описывать то, что, скажем так, я чувствовал, когда была одна из поездок, когда ехать нужно было по минималке. В моем городе по минималке поездка стоит 95 рублей без повышающих коэффициентов. А у нее было трое детей. Я надолго запомнил, вот вам 100 рублей и все. Я не знаю причин. Но вот что испытывают те, кто на этом уже ошибся. Сегодня Валька приснился, сказал, что передайте маме, что я ее люблю. Мне, говорит, грубит, не надо. Я, говорит, проснулся и плакал. Так. Мне кажется, это очень страшные кадры. И исправить можно все, что угодно, кроме смерти. И для того, чтобы картина была полномасштабной, вот что происходит с ребенком, даже если он едет на руках при столкновении. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Друзья, я очень надеюсь, что вам понравилась идея социальным экспериментом. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. И я хочу действительно разобраться в причине, почему же так происходит. Насколько, какова будет реакция людей, например, если это поездка с несколькими детьми, если они добровольно отказались оплачивать детское кресло, представьте, что я бы им возместил всю стоимость поездки. Ну, им же, возможно, нужнее. И заодно раздал бы память иллюстрированную о том, что действительно может произойти с ребенком в случае столкновения. Вы, наверное, скажете сейчас, Паш, ну, что ты маешься ерундой в конце-то концов? Ты ничего не изменишь. Ты не приучишь людей к культуре потребления. Ты не сделаешь жизнь водителей лучше. Нет, ребят, может быть, вы правы. Но я, по крайней мере, попытаюсь. Я сделаю хоть что-нибудь для того, чтобы эта сфера стала лучше для всех. И для тех, кто находится на борту сзади вас, когда вы за рулем. И для тех, кто находится за штурвалом. Потому что, если просто от этой ситуации самоустраниться, вы правы, ничего не изменится. Все будут также продолжать обманывать друг другом. Яндекс будет обманывать водителей. Водители будут обманывать Яндекс. Пассажиры будут издеваться над водителями. А водители над пассажирами в некоторых вещах. Ребят, в развитой стране это ненормально. Хотя о чем это я, да? Но я хочу, чтобы наша страна, она стала, ну, хоть не чуть-чуть, но лучше. И подумайте, пожалуйста, еще о том, что конкретно вы можете сделать для того, чтобы ситуация стала хоть не чуть-чуть, но лучше. Я сделаю. Спасибо большое вам, друзья, за просмотр. Я очень надеюсь, что вам понравился этот ролик. Если так, то поставьте, пожалуйста, этому ролику лайк и напишите комментарий. А еще не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, потому что мне хочется делать еще более интересные и более масштабные социальные эксперименты в плане детского тарифа, да и вообще, в принципе, в отношении разных тарифов. Мне хочется повышать уровень контента для того, чтобы эта информация была для вас не просто интересной и занятной, но все действия, которые мы совершаем, они были полезными. Полезными для окружающих. А уважаемым водителям я напоминаю о том, что я подключаю водителей к сервису Яндекс.Такси с помощью нашей подключашки Экспо-парка под самые выгодные условия. Это еще одно небольшое, но полезное, что мы можем сделать. Мы не дерем комиссию с водителей, мы устанавливаем ее на столько минимальном уровне, чтобы всем было комфортно работать. Для такси всего лишь 3,5 рубля с заказа, либо 53 рубля в сутки. А для курьеров и Яндекс.Грузовой рубль 70, либо же 27 рублей в сутки. Ребята, такого нету вообще нигде. Подпишитесь на канал и пишите в нашу службу поддержки, если вы хотите сотрудничать выгодно и вы умеете считать свои деньги. Ну а у меня все. Мне было очень приятно делать для вас такой материал. Всего умного и лучшего, ребята. Пока. Увидимся. Безопасной вам дороги и крепчайшего здоровья в этом и в новом году, а также просто счастья. Спасибо большое. Пока. Экспо-парк. Лучшие условия для сотрудничества с Яндекс.Еда, Яндекс.Доставка, Яндекс.Такси и Яндекс.Грузовой. Ватсап 922-116-2424. Подробности в описании. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok